Ай, мои хорошие, мои бубочки, такие сладкие, мои крысы, 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 да, крысы. Крысы у меня появились достаточно давно, уже, наверное, лет 15. Я как-то никогда не задумывалась о том, что я хочу крыс, но первого крысака мне подарил папа. И так вот оно, в общем-то, и пошло. Сначала был один крыс, я тогда еще ничего о крысах не знала, поэтому прожил всю жизнь в одиночестве. Потом появился второй, к нему я уже сразу взяла друга, потому что крысы, они животные социальные, они же любят жить обществами. Сейчас у меня на данный момент 22 крысы моих собственных. Вот это вот папа, до него еще был его папа у меня, его дедушка был у меня. То есть это такая вот традиция, которая тянется уже давно. Прокормить столько крыс на самом деле не так уж и сложно. Я закупаюсь зерном, делаю специальную зерновую мешанку, плюс специальный корм для крыс. Корму они едят обязательно фрукты, овощи разные, это ежедневная практически добавка, или детское питание мясное, плюс творожок, йогурты. То есть фактически у них полнорационное питание должно быть. Ну, соседи, в общем-то, об увлечении не знают, я думаю. Ну, в современных многоквартирных домах все это настолько изолировано. Родственники относятся по-разному. Мама все, фу, твои крысы, фу, твои крысы. Одно время она их называла собачками, чтобы слово «крысы» не произносить. Прививки крысам не требуются, поскольку крысы на улице не бывают. Они живут в пределах квартиры, никаких таких вот болезней инфекционных у них нет и быть не может. Вообще крысы-животные очень контактные, очень социальные, они между собой очень хорошо взаимодействуют, и с людьми очень хорошо взаимодействуют. Они очень любят играться с людьми, общаться. Крысы, наверное, единственные животные, которые могут ухаживать за человеком. Они воспринимают хозяина как большую крысу, которая живет у нас в тае, это наш состайник. Мы все его любим, мы будем за ним ухаживать. Вот такая вот большая, странная, лысая крыса.